Приветствую, друзья. Вот почему люди обижаются, почему они раздражаются, почему они, вместо того, чтобы сделать безоценочное осуждение, чтобы понять, почему собеседник или кто-то там на улице поступил именно так, а не так, вместо того, чтобы задаться вопросом, почему? Почему он вспыхнул, раздражился, обиделся, или покричал, или что-то взял и разорвал отношения. Почему? Потому что вот я вам сейчас посоветую, просто возьмите в Википедии, наберите в поисковике эмоция, эмоция, а потом безоценочное осуждение, полезный навык. И вы поймёте, почему я всё время рекомендую использовать нулевое состояние без эмоционального такого отношения к чему-либо, вот это состояние глубокой безмятежности эмоциональной. Когда вы можете, как бы, задуматься так глубоко и бесстрастно посмотреть на мир, задаться каким-то вопросом и понять, как что устроено, и то же самое отнестись к себе безоценочно. Задумался, посмотрел на себя со стороны и понял, господи, ты же всегда спешишь сдать сразу оценку, судить, ты сразу даёшь какой-то ситуации своё мнение. А ты подумай сначала, что там происходит. Так вот, для того, чтобы овладеть этим навыком, как раз-таки мы рекомендуем использовать приёмы ключа для выхода на состояние безмятежности, на нулевое состояние. Боже мой, это что самое, о чём говорил Будда? Выходить на нирвану. Да, там в этой нирване нет эго. Эго нет твоего я, твоей оценки. А есть оценка как бы через себя с высшей точки зрения, с точки зрения бесконечности. Поэтому это состояние такое ценное, но Будда, видимо, столько тысяч лет назад не мог найти те примеры, которые сегодня можно найти и привести. Разные примеры, что это такое. Состояние, нулевое состояние глубинной душевной безмятежности. Я постоянно привожу разные примеры, что это такое. Я рассказывал про девочку, которая задумалась, глядя в окошко. И в это время учительница говорит, Петрова, ты где? Она, ой. Да. Я приводил примеры про одного учителя, который говорил, нельзя так делать. Он учил других учителей, потому что он понимал, что ребёнок от усталости задумался инстинктивно. У него появилось нулевое состояние безмятежности, когда он смотрит, а эмоций нет. А это восстановительное состояние. Я рассказывал, что этот учитель имеет всех учеников, отличников, потому что они лучше всех учатся. И на пятёрке сдают всякие контрольные работы. И он учил этому других учителей. А вот я тогда задавал вопрос, а чем отличается эта девочка, которая задумалась непроизвольно, глядя в окошко от усталости, от Будды. А тем, что он это состояние получает, когда хочет. То есть он осознанно, по своему желанию. А она инстинктивна. То есть мозгу это состояние нужно. Таким образом, если вы посмотрите, что такое эмоция в Википедии, что такое безоценочное суждение, полезный навык, то вы сразу улучшите свои взаимоотношения с людьми. Вы выйдете на новый уровень более качественного отношения с людьми. И вы будете чаще иметь причины для радости. Да, и вы будете видеть, что у многих людей ресурсов не хватает, что они не в ресурсном состоянии, потому что они сразу судят. А там, где суд, там и судим будешь. Поэтому и проблемы возникают между людьми. Ну, дальше посмотрим. Я же вот всё время вам пытаюсь рассказать с разных сторон, разные грани метода ключ. Поэтому осваивайте его. До встречи, друзья.